Имитация художественной техники автора, ювелирная работа с серебром и кокосом, почти научное открытие происхождения одной кружевной картины, которая привела в восторг столичных мастеров. Сегодня в Вятске художественном музее имени Воснецовых из Москвы вернулись 22 восстановленных произведений искусства. Кокосовый кубок 18 века, кресты 17, ценная копия Карла Чиньяни и нетипичный для ниточного плетения кровавый сюжет по мотивам французского баснопицца Ла Фонтена. Теперь все эти работы как новенькие. Подробности в сюжете. Три произведения искусства и три сюжета по мотивам сказок, которые привели в восторг даже московских реставраторов. Специалисты акцентируют внимание на технику, изгибы одежды, древесной коры и микроскопические петельки, сделаны из нитки и точно вручную. Особое внимание вот этой работе с названием «Пустыник и медведь». Нонсенс в том, что изображен нетипичный для кружевоплетения кровавый, а не позитивный сюжет. Кроме того, картина это по басню французского Ла Фонтена, а сделанная где-то под советском. Фраза «медвежья услуга» как раз оттуда. Великолепный технический уровень исполнения и огромное стилизаторское искусство. Кто это прел? Это, конечно, не ученица. Это женщина, владеющая великолепной профессиональной выучкой, своеобразным чувством юмора. А вот над крестами из высокопробного серебра или вот над этим редким подальшим кубком 18 века трудился не один мастер. Все-таки редкий экспонат времен революционера Пугачева. И так как к тому времени облик Петра III подзабылся, просто было необходимо государственно утвердить правоприемство власти Екатерины II от императора Петра III и напомнить, что она его законная супруга и в том числе облик Петра III. Так вот на таких кубках вырезались оба профиля и государственная символика. Эти кубки были наградные и подарочные. Вот как он выглядел до отправки в Москву с отпечатками эпохи 20-х годов, когда религиозной ценности подлежали реквизиции и переплавке пришлось ювелирно поработать. Эти предметы были обречены, если они не попадали в музейное собрание. Видимо, они тоже прошли такой отсев. Из них варварски были выломаны частицы мощей, которые находились внутри. Небольшие кусочки. А сам металл был раскорежен, порван, деформирован. Части кокоса были аккуратно склеены. Незаполненные трещины были восполнены специальной водорастворимой мастикой и тонированы в этот красивый шоколадно-коричневый цвет. Та же история с иконой облитой кислотой. А еще интереснее работа Иосиф и жена Пентефрия. Это копия итальянского живописца Карла Чиньяни, только созданная неизвестным вятским художником. Ее нашли в доме господина Батурина, когда-то вице-губернатора. В Москву эту картину отправляли с дырами, трещинами, потертостями и расслоениями краски. Столичные эксперты под микроскопом рассмотрели все, вплоть до бактерий, которые разрушали работу. А с помощью инфракрасных снимков выясняли, в каких местах картина уже претерпевала ремонт. И только после этого приступали к реставрации. Мазки имитируются. Вот здесь гладкое письмо, лаковое. Если бы это было письмо импрессионистическое, или таких, как Константин Коровин, художник Фешин, которые и многие другие, которые писали корпусным, энергичным, ярко выраженным мазком, была бы сымитирована фактура мазка. Вот это помещение – это режимный объект. В Вятском художественном музее таких помещений всего шесть. В них хранятся произведения искусства. Только в этом помещении собрано около пяти тысяч произведений искусства. Итак, графика, они хранятся, работы хранятся в таких шкафах, за шторами. Надо сказать, что в эти помещения может попасть далеко не каждый, даже работник Вятского художественного музея. Здесь всегда должна быть определенная освещенность, точнее сказать, темнота, за исключением тех моментов, когда здесь находится человек, а также температура и влажность. За любыми изменениями следит вот такой вот прибор – термогидрометр. Работа обязательно в перчатках? Да, да, да. На руках все-таки есть жировые какие-то молекулы, загрязнения. И со временем вот эти отпечатки пальцевые, они проявляются, к сожалению, в виде коричневых пятен. Несмотря на тщательные наблюдения за температурой, влажностью и освещением, старение произведений искусств можно было бы замедлить более современным оборудованием. Специалисты утверждают, что новые произведения, вопреки логике, стареют быстрее. Фотографии, например, вообще в лидерах рейтинга. А вот что касается графики работы знаменитого Дюрера, 16 века оказывается даже более долговечной, чем совсем свежие работы современников. Все дело в бумаге. Она достаточно мало подвержена химическим разрушениям. Очень хорошее сырье. И в то же время бумага 19-го, а особенно начала 20-го века, которая исключительно из целлюлозы, из лигнина, а не из хлопковых тряпок, вот в ней процессы окисления и разрушения просто бушуют. Каждый год на восстановление музей отправляет по 40 экспонатов, а всего на очереди их больше 7 тысяч. Сегодня в Вятской художественном музее после реставрации вернулись чуть больше 20 произведений искусств. Они уже помещены в фонды на дальнейшее хранение, и совсем скоро они появятся в выставочных экспозициях. Артем Паникаровских, Эдуард Прозоров, информационный канал «Город».